геннесс а это еще что мастер это люди которые смотрят наше видео но по какой-то причине не подписано на наш канал думаю если мы их попросим если им напомним они обязательно подпишутся ладно погнали понял не надо смотреть без подписки ты слышал мастера так что подпишись или я испепелю тебя в предыдущей 181 главе манги сайкос которая завладела телом орочи пыталась свалить от героев но не тут то было геннесс и техно рыцарь седлали и и приготовились отжарить ее как следует но на этом глава закончилась мурата неожиданно обрадовал нас выпустив новую главу которая есть много чего интересного ну а прежде чем мы начнем хотелось бы поблагодарить для арси вана за его большую поддержку каналу спасибо бро друзья поддержите меня лайком и подпиской на канал а с вами как всегда они манга и мы начинаем а а Субтитры сделал DimaTorzok Глава начинается с того момента, где Геннесс и Тихно-Рыцарь по полной жарят Псайко Орочи. Ей от этого, судя по её крикам, неприятно. Но так ей и надо. Внезапно у неё вздувается живот. Оказывается, она перенаправляет их же атаку, чтобы свалить героев со своей спины. Её спина превращается в страшную пасть, откуда она стреляет, и скидывает Геннесса вместе с Тихно-Рыцарем. Пользуясь случаем, Псайкос решается выстрелить в Тацумаки, чтобы наконец-то избавиться от её барьера и свалить оттуда. Но её выстрел прерывает Мастер в Маке, который с помощью Фубуки кидается в неё обломками. Псайкос замечает его и приходит в ярость. Тем временем, тот швыряет в него всё, что попадается под руку, без остановки. А та ловко уворачивается. В то же время Тихно-Рыцарь подхватывает Геннесса, и у них у обоих реакторы уже на исходе. И Тихно-Рыцарь предлагает Геннессу объединить их реакторы, чтобы получить максимальный уровень энергии. Геннесс понимает, что у него уже нет выбора, соглашается, и они сливаются воедино, превращаясь в огромного робота. Они буквально сразу же атакуют Псайкоса здоровенным мечом. А та блокирует их атаку. Геннесс предупреждает Тихно-Рыцаря, что его ядро уже на исходе, и оно вот-вот взорвётся, если они не разделятся. В эту же секунду Мастер в Маке по команде Фубуки кидает в неё целое здание. Псайкос из своей пасты стреляет огненным лучом, но здание неожиданно разрывается. Что это такое? Это ведь атомные самураи вместе с Гамазеком и Темноблеском. Самурай, в буквальном смысле отражая её луч, разрезает её пополам атомным прямым разрезом. Вслед за ним атакует Гамазек с виброрывком Чёрного Ангела, а за ним появляется что-то огромное. Это Темноблеск, который атакует её сверхлитой ракетой. Псайкорочи буквально разрывается на части, и сложно было не заметить, как от них отлетает кусочек клетки Орочи, который техно-рыцарь моментально хватает. Думаю, ему там больше делать нечего, потому что у него в руках уже есть образец для исследования. Далее Псайкос вырывается из тела Орочи. Внезапно появляются Бэнк и его брат Бомб, которые добивают Орочи своей мощной атакой. Кулаком сдвоенных клыков убийц драконов. Фубуки думает, что всё уже кончено, как внезапно она слышит голос своей старшей сестры, которая говорит, что ещё не всё. Мы видим Тацумаки. Кстати, не могу не упомянуть этот след на луне, который оставил Сайтама после своего последнего полёта в космос. Отдельное спасибо Боросу за это. Итак, Тацумаки вырывает башню из-под земли. О, кстати, у нас же тут под землёй Сайтама вместе с Монако, которые пытаются вытащить Флэша из-под обломков. Кстати, у них уже почти получилось. Только вот осталось руку вытащить и всё. А её придавило чем-то тяжёлым. Сайтама засовывает туда руку и вытаскивает какой-то непонятный чёрный куб. После чего Флэш говорит, что его рука уже освобождается. Сайтама откидывает этот непонятный куб. Но мы-то с вами знаем, что это за куб. Этот куб был в руках у Бласта, когда тот спас Тацумаки. Мы видели это в предыдущей главе. Монако пытается поднять этот куб, который Сайтама с лёгкостью откинул. Но он оказывается тяжелее, чем кажется. И тут всё начинает рушиться. Бедный Монако падает от тряски. Они слышат очень сильный грохот. Как мы знаем, это дело рук Тацумаки. На них опять падает глыба. Судя по их словам, немаленькая. Думаю, Сайтама запросто расхерячил её. А Тацумаки в это время, вырвав эту здоровенную башню с корнями, закручивает её и превращает в огромное копьё. После нас возвращают к нашим героям, которые на глубине под землёй пытаются выбраться оттуда. Флэш смотрит на свой сломанный меч, которого он называет «Гновенная смерть». Как ни странно, Мурата решил свалить вину за сломанный меч на Тацумаки, нежели когда в веб-комиксе Вана это Сайтама. Что ж, посмотрим, к чему это приведёт. Ведь в итоге Сайтама дарит ему другой меч, тем самым рассчитавшись за сломанный им ранее меч. Советую всем прочесть веб-комик Звана, там очень много чего интересного. Итак, Флэш не понимает, отчего его меч мог сломаться, ведь его руку просто землёй придавило. И говорит Сайтамю самому посудить, а тот, в свою очередь, наезжает на него. Так ты не руку боялся сломать, а меч? Далее мы видим Тацумаки, который поднимает своё огромное копьё света, как его называют Фубуки, и швыряет в Орочи. Что станет с Орочи после этого, мы увидим лишь в следующей главе. Что ж, думаю, тут появится Гарроу, который как раз-таки будет подниматься из-под обломков и остановит атаку Тецу. Не думаю, что Мурата когда-либо заходит в смерть Орочи. Что ж, если серьёзно, то Гарроу, по идее, должен скоро появиться. Посмотрим и увидим. Мы не знаем, что для нас там приготовил Мурата. Далее мы видим Сайтаму, который обращается к Флэшу. Чё-то твоя мгновенная смерть нифига не мгновенно откопалась. Как ты смеешь насмехаться над моим клинком? Если бы знал, что он сломается, сразу бы стену расфигачил. Исключено. Тем временем, Монако пытается свалить от них, но случайно натыкается на нечто странное. И это нечто, скорее всего, является богом монстров. Другого варианта, по-моему, вообще нету. Он уже не раз появлялся в веб-комиксе Вана, да и в манге Мурата он тоже появился. По флэшбеке бомжа Императора, когда тот рассказывал о том, откуда он заполучил свою силу. Его одарил бог монстров, который, судя по всему, желает уничтожить всё человечество. Поэтому он и подарил ему силу, в надежде, что тот сделает это. Как этот бог монстров оказался там? И что там делал этот куб, который ранее появлялся во флэшбеке Тацумаки в руках у Бласта? Итак, давайте вернёмся к тому моменту, где Бласт спас Тацумаки. Как мы с вами прекрасно знаем, цель Бласта была не спасти Тацумаки, а как нам дал понять Мурата этот чёрный непонятный куб. Но что там делал Бласт? Зачем ему этот куб? А что если Бласт противостоял этому богу монстров? И в случае, когда не смог с ним справиться, он обратился в эту секретную организацию, которая делала опыты над монстрами и людьми со сверхспособностями, как у Тацумаки. И вот они придумали как раз-таки этот куб, куда они и запихнули все способности подопытных. И вполне возможно, что среди подопытных были люди со способностями перемешаться межпространствами или управлять ими. И с помощью силы, которая хранится внутри данного куба, Бласту удалось запечатать бога монстров. Но всё ли так просто? Конечно нет. Даже с помощью этого куба ему не хватило сил, чтобы сделать этого. Бласт уже сдался и не видел другого выхода. Он забил на всех и все. Он был полностью разбит и разочарован собой и всем вокруг. Он уже не видел смысла ни в чём. Тогда его и нашла Псайкос и предложила ему стать сильнее. После чего тот согласился и последовал за ней. Бласт, имея лишь одну цель – стать сильнее и запечатать того бога монстра, в итоге превращается в монстра. Пока он не потерял свою сущность, ему удается запечатать бога монстра. Вы скажете, что это невозможно, что нереально, что у него сохранилась сущность человека? А вот вам и доказательства. Как мы все знаем, милая маска, герой номер один в А-классе, является монстром. И в веб-комиксе Вана мы увидели его борьбу с сущностью монстра. То есть, даже будучи монстром, он сохраняет свою человечность. Поэтому, я думаю, что в случае с Бластом была такая же ситуация. Но, как мы знаем, Бласт окончательно превратился в монстра и уже является Орочи. А милая маска на протяжении долгого времени не терял свою сущность. И не превращался в монстра окончательно. И даже когда в веб-комиксе он превратился в монстра, Сайтам и спас его от героев, потому что знает, что он неплохой парень. И даже когда он окончательно превратился в монстра, он не потерял сущность человека. Так вот, Бласт, запечатав бога монстров, завершил свою миссию. После чего он уже потерял свою человеческую сущность. Но почему он так быстро потерял свою сущность человека? Так потому что его целью было запечатать бога монстров. Он уже не знал, что ему делать дальше. Сильных монстров на земле уже не осталось. И он не видел дальнейшей цели. После чего он и расстался со своей человеческой сущностью. Полностью превратившись в короля монстров Орочи. Думаю, все вы знаете, что с ним после случилось. Итак, Сайтама вместе с Флэшем и Монако стоят и смотрят на этого бога монстра. Получается, что убрав этот куб, Сайтама распечатал его? Скорее всего, да. Но еще, возможно, что сила Орочи тоже сдерживала эту печать. И после того, как Орочи ослаб, печать тоже ослабла. Это вполне вероятно. Думаю, Мурата не просто так оставляет в живых монстра, который, казалось бы, давно уже должен был сдохнуть. И как раз таки, Мурата приготовил для нас именно такой сюрприз. Так или иначе, точно мы знать не можем. И остается ждать следующую главу. А на этом наше видео подходит к концу. Если вам понравилась моя теория, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. А с вами был Аниманго. До скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok